Важная тема, которая занимала умы на этой неделе всех практически украинцев, это противостояние Петра Порошенко и Игоря Коломойского с последующим освобождением Коломойского от поста губернатора Днепропетровской области. И об этом мы хотим поговорить с Сергеем Фурсой, инвестиционным банкиром. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. На самом деле такая разворачивалась история интересная. Целую неделю мы как за сериалом буквально наблюдали, как себя ведет Коломойский, кого он куда посылает и куда сам в итоге отправляется. Вот для вас эта история, ну как бы вы ее описали, что она представляет для истории Украины вообще в принципе она... Для истории Украины мы посмотрим еще. С точки зрения бизнеса и инвесторов это, наверное, очень позитивный сигнал. Потому что это показывает, а, что реформы идут не по наружку и реально что-то изменяется. А во-вторых, что государство осталось государством и доказалось, что оно государством. Потому что еще год назад такая ситуация была бы невозможна. Собственно, почему Коломойского призвали служить народу. Сейчас у государства оказалось достаточно и смелости, и сил для того, чтобы выйти из этой ситуации. Уже нет войны с олигархами. Есть уже мир со всеми на условиях государства. И это очень позитивно. А вот скажите, ну скажем, Коломойский, вернее, вы на тему Коломойского писали колонку в новое время. Вы там написали, что по идее олигархи должны исчезнуть в Украине как класс. А почему, в принципе, большой бизнес представляет какую-то угрозу для государства? Большой бизнес не должен исчезнуть как класс. Вот там это ошибочно. Большой бизнес должен работать, и с большим бизнесом ничего не надо делать. Потому что, если мы вспомним 2005 год, там был ряд ошибок, которых мы уже избежали. Мы переизбрали Раду, никто не поверил, что изменится само собой. И третья ошибка, глубочайшая, которая была тогда, это разговор о реприватизации. Вот большой бизнес, какой есть, такой есть. Просто мы должны понять, что бизнес живет по правилам. То есть нельзя заняться раскулачиванием и начать все заново. 90-е, и опять через 10 лет то же самое, только другие люди. Это было бы ошибочно. Поэтому большой бизнес нужен. Просто президент и остальные представители большого бизнеса должны сесть за стол. Порошенко снова должен ударить кулаком по столу и сказать, ребята, вот как вы заработали свое состояние, нас вообще не интересует. Нас интересует, что вы с этого момента платили налоги. И вот такой большой бизнес, он нужен государству. То есть нужно, подождите, нужно отделить бизнес от власти, об этом многие говорят. При этом у нас есть тот же Петр Порошенко, которому по-прежнему принадлежит компания Рошен. Она открывает новые магазины. Я там, например, покупаю зефир сроком годности 3 дня, очень вкусно. Я не понимаю, почему мне нужно запретить, например, ну я, серьезно, объясните для тупых, да. Почему нужно, скажем, сделать так, чтобы, скажем, Порошенко там продал этот бизнес? Почему это важно? На самом деле это не важно. Вот все прицепились к этому Рошену, хотя Рошен классная компания, бизнес-модель, очень сильная. Лучшая в Украине по кондитерке. Они опережают ближайших преследователей, там, опережали до конфликтов 2-3 раза. Это там АВК и Конти, сейчас непонятно, что у них, да. И государственной поддержки для Рошена вообще никакой не существует. Ну вот, и даже придумать ее трудно. Поэтому вот все эти придирки, которые следуют, почему Порошенко не продал Рошен? Ну, во-первых, потому что попробуйте сейчас кому-то что-то продать, да, то есть за 1 гривну продавать как-то не хочется, а реальную стоимость актива никто не даст. Потому что там западные инвесторы, да, прицениваются, как у вас все дешево, как у вас все хорошо. Но пока есть там, пока не поверят, что минус 2 работает, никто не придет покупать. Поэтому, собственно, и продать некому. А во-вторых, не надо это продавать. И в-третьих, на самом деле, вот с бизнесами Порошенко, Рошен самый невинный из них, да. Там есть агросектор, есть еще многое, о котором можно говорить, вот может быть, там помощь государству какая-то нужна. И тут создают риски. Рисков с Рошеном нет никаких. Тут уже вопрос не в том, что большой бизнес, он всегда будет влиять на политику каким-то образом. Просто должны быть правила. Во всем мире большой бизнес влияет, да. Просто он не заменяет собой государство, да, не позволяет себе захватывать какие-то объекты. Или государственные чиновники назначаются там государством, да, и не обслуживают интересы кого-то чужого. Вот этого должно не быть. Как мы увидели, и вот почему там есть еще один распространенный вопрос, почему все прицепились к Коломойскому. Да-да-да, команда Коломойска сама говорит, то есть про его правую руку Геннадий Корбан говорит, хорошо, мы согласны, что нужно олигархизировать, я сейчас неправильно совершенно произнес это слово, украинское государство. Но почему, давайте тогда займемся всеми олигархами, а не только Коломойский. Почему к нему прицепились? Ну на самом деле это единственный крупный бизнес-олигарх, который укрепился за последний год. Ну вот он действительно серьезно укрепился. Он пришел во власть, он интегрировался во власть, и он пытался играть не совсем по правилам. Где сейчас Ахметов? Кто-то видит Ахметов? Он тихо сидит на кончей заспе, пытается как-то вырулить из этой ситуации, и на самом деле лишился основы своих лоббистских возможностей. Если мы вспомним, сколько людей Ахметова было в энергетике, а сейчас их нет. Сейчас ДТЭК, ну он скорее страдает от тех действий, которые предпринимает власть в той или иной мере. Остальные олигархи точно так же, но нет их уже, они не играют такой роли, которую играли до этого. Да, у них там есть бизнес, у них есть телеканалы, но это все в рамках каких-то правил игры. То есть вы хотите сказать, что сейчас олигархов в Украине не осталось? Нет, они остались, просто они значительно ослабели, и Коломойский пытался играть по старым правилам. И вот все вот эти апелляции, кстати, команды Коломойского, Днепропетровской команды, да, то, что вот уже почти мемом стало, они же говорили, давайте, мы вот помогли, а почему мы не можем? То есть это по понятиям, по понятиям каким-то они правы. Они, не скрываю, все время говорили, что мы, в принципе, много незаконных вещей делаем, но в нынешней ситуации мы не можем делать это, ну, как бы, законно, да? Но они говорят про незаконные вещи. И считали, что это нормально. Если я не путаю, они говорят про незаконные вещи, когда они защищали Днепропетровскую область, то есть они не говорили про экономические вещи. Ну, то есть, ну, если верить, да, мы можем там оставить за скобки, стоить ли верить людям? То есть, если люди, в принципе, апеллируют такими понятиями, да, что закон вторичен, когда идет война. Ну, вот, да, их методы, на самом деле, очень эффективны, и мы будем до конца пытаться не знать, как они это все делали. Потому что, ну, вот, лучше этого не знать. Но вот это перенос по понятиям на уровень государства, это не сработает, да, это все опять, это значит, что реформ нет, все по наружку, а то, что вот, что нужно, опять же, почему-то, инвестиционный банкир и так далее, инвесторам. Пресловутый rule of law, то есть, что закон един для всех, закон работает. Без этого никто не принесет сюда свои деньги, если вдруг завтра кто-то может зайти и забрать, потому что это справедливо. Справедливость, это такое понятие эфемерное и очень субъективное. И вот то, что, возможно, на тот путь, который мы стали на этой неделе, вот в истории, да, мы думали, как эта неделя войдет в историю, что мы, наконец-то, попытались, начали строить по законам, да, и говорит, что законы важнее понятий. Это вот то возможность, что началось. Посмотрим, получится или нет, но это то, что просматривается, по крайней мере. Ну, Коломойский же вроде не глупый человек, да, то есть логично, что, ну, сам он тоже декларирует, что он, в принципе, готов играть, да, ну, играть или, в смысле, работать по законам, да, он, по-моему, первый пришел, начал рассказывать о том, как он давал взятки Пинчуку и Кучме на вот этом знаменитом собрании комитета. Почему, как вам кажется, да, вот зачем, если вы можете проанализировать, зачем Коломойскому нужно было выходить вот эту ночью, появляться перед журналистами, говорить то, что он говорил? Ну, во-первых, то, что он выходил на комитет, это же не то, что, почему я хочу жить по закону, это потому, что я хочу переделить, только чтобы все получилось немножко получше. То есть это была попытка вот той пресловутой реприватизации. Причем, давайте заберем все государство, поскольку Днепропетровская область, то государственные менеджеры будут очень правильные и патриотичные. Вот это такая была попытка. То есть это нельзя сказать, что давайте жить по законам. Это как раз апелляция к справедливости, никак не к законам. Потому что все же, даже апологетеры реприватизации признают, что вся приватизация проходила в рамках тогдашнего законодательства. То есть по законам все чисто. Вопрос, почему так писался тот или иной закон, но в законодательности все чисто. Поэтому тут, почему он пошел вот на такое вот обострение. Да, он очень умный человек, и мы это увидели со среды. Со среды же это все как пропало. Да, у них отличные отношения с Порошенко. Да, в понедельник вечер, четверг, та вот эскалация, возможно, головокружение от успехов. Возможно, занос какой-то. Но какой-то эмоциональный срыв там точно был. А вы можете объяснить, Сергей, почему вообще вся эта ситуация, не только с Коломойским, но и в принципе с Укрнафты, с Укртранснафты, почему это произошло именно сейчас, именно в этот период? Потому что позвонил Байден. Все, что происходит позитивное в Украине, так или иначе происходит под давлением кредиторов. Кредиторов и союзников. То есть все вот эти вот... Новое правительство, которое пришло, что половина министров реально, вот только можно и мечтать о таком, законы, которые принимаются в пакете МВФ, решения, которые принимаются к обминам и так далее. Все делается потому, что этого требуют. То есть есть требования общества, но с требованиями общества как-то привыкли совладать. С ним можно придумать что-то. А вот объяснить что-то Байдену, когда он звонит, очень трудно. И вот далее кредит МВФ, а потом возникает вопрос. Вот, ребята, мы вам даем деньги, но почему-то... Вот мы не хотим, чтобы деньги, которые мы даем, кто-то украл. Давайте сделаем так, чтобы вот все было более-менее прилично. И тут же на следующий день у нас закон проходит, у Картатнафта происходит. И эмоциональная реакция Коломойского, которая... Ну вот в его понятиях, да, это нечестно. Как-то так. Все было хорошо, а потом вдруг стало плохо. Но так надо. То есть вы считаете, что это не было... Ну вот да, какие-то аналитики писали о том, что это вот конкретно команда Порошенко просто боится Днепропетровских, да, и пытается каким-то образом ограничить их влияние. Ну, когда мы боимся кого-то, мы не идем воевать на кого-то. То есть это противоестественно. Когда мы кого-то боимся, мы пытаемся с ними договориться. Поэтому вот эта попытка некоторых людей представить это олигархическими войнами и найти кого-то, кто с той стороны. Но вот даже тот мирошник, который, понятно, у всех вызывает вопросы, кто он, что он, непонятно. Но при чем тут Еремеев, да, при чем тут еще кто-то. То есть есть человек, который, да, может быть вызывать у нас вопросы, но это человек все равно ставленник там государства, вертикали. И то, что позитивно еще, опять же, от того явления Коломойского, то что теперь на УКТранснафте будет конкурс, да. И мы увидим кого-то более-менее вменяемого, кого пройдет конкурс, если опять Днепропетровский суд не заблокирует, как Сукор Залезницы с Борисполем, то это позитив в любом случае. Потому что это, да, сигнал и для государства, кто бы там в команде Порошенко ни был, что все равно к ним тоже пристальное внимание, даже если там это прямо не просматривается интерес какой-то группы. Да, это, наверное, вопрос не совсем к вам, но в контексте этого конфликта, да, условно, Порошенко и Коломойского очень много говорили о том, что не станет ли безопасность Днепропетровской области, да, не будет ли какой-то угрозы Днепропетровской области, потому что Коломойский, ну это не секрет, он сам об этом, в принципе, много говорит, да, что он там тратил деньги на то, чтобы ее оборонять, на то, чтобы экипировать добровольческие эти батальоны. Как вы думаете, сможет ли центральная киевская власть делать то, что делал Коломойский в своей области? Ну вот делать так, как делал Коломойский, конечно, не сможет, но мы видим, что Алинак остается замом первым. Мы видим, что, например, палец ее из Одессы не тронули, хотя мы тоже все знаем, что это человек Коломойского. Поэтому это мир. А если мир, то Коломойский продолжит влиять так или иначе. Влияние, может быть, ослабнет, но его люди там остаются. Я уверен, что там в администрации будут чисто косметические изменения. И поскольку Алинак остается первым замом, фактически влияние останется очень сильным и таким же. А значит, вопросы, которые они решали, они будут решать по-прежнему. Сергей, вопрос уже больше про перспективу. Как на Ваше взгляд, когда слово «олигарх» из употребления в Украине уйдет? Ну тут вопрос, как успешно будут проводиться реформы. Если мы посмотрим, например, в Восточной Европе, там вообще нет олигархов. Вот как-то они растворяются. Рано или поздно приходит большая транснациональная компания, выкупает бизнес какого-то большого человека, и он становится меценатом. Это процесс... Ну так устроен мир. И рано или поздно они исчезнут просто, как исчезнут. Вот превратятся в такого прообраза Пинчука, который... Но как же список Forbes, которому куча миллиардеров состоит? Они же все, ну тоже их можно назвать олигархами, или все-таки это крупные предприниматели? Крупный бизнес есть во всем. Вот Билл Гейтс, он же не олигарх? У него там может быть 100 миллиардов долларов, но он не олигарх. А тогда объясните нам разницу между 100 миллиардным состоянием Билла Гейтса и там условно 100 миллиардным состоянием Игоря Коломойского. Правила игры. Билл Гейтс никогда не будет делать то, что привык делать Игорь Коломойский. Ну то есть это, давайте вот примеры, первичный этап накопления капиталов. Кто были... Вот сейчас есть крутые банки Джипи Морган, Морган Стэнли и так далее. Кто был сэр Генри Морган? Вот сэр Генри Морган это первый олигарх, да? Его там прапраправнуки уже не претендуют на то, чтобы быть олигархами. Они претендуют быть богатыми людьми в системе, где сама система защищает их богатство. Им это выгодно. На самом деле всем богатым людям выгодно, чтобы работали законы, потому что тогда их никто не скинет. Тогда не будет вдруг... Ты просыпаешься, а у тебя нет этого завода в одну ночь. Так не работает. Соответственно, в перспективе, на самом деле, второе, третье поколение, все это исчезает, потому что, во-первых, приходят люди с другой ментальностью, как, например, дети Ахметова учатся в Швейцарии, в Лондоне, и там уже немножко другая ментальность. То есть они никогда не будут пытаться делать то, что делал папа, и влезать им это не надо. Они и так все прекрасно, хорошо себя чувствуют. То есть какое-то очищение происходит через поколение? Ну да, через поколение, да. Просто люди с другой ментальностью. То есть люди, которые в 90-х как-то зарабатывали... Мы же понимаем, что человек, который зарабатывает в 90-х, не может быть стратегом, он должен быть тактиком, он не может иметь какую-то мораль. Ну, не сработало бы это. Поэтому такие люди, там, тактики, которые способны быстро принимать решения, и не разбирая средства, и привыкли использовать государство для снижения целей, они уйдут просто, когда сменится поколение. То есть вот сейчас, еще там, ближайшие 10-15 лет, эти люди останутся при власти, и там постоянно будет какой-то конфликт общества и олигархов. Потому что общество будет говорить, мы же делали, вот делаем реформы, нам так не надо, а они же привыкли жить по-другому. Но со временем, когда вступят другие правила игры, все изменится само собой. То есть сыновья и внуки Игоря Валерьевича все-таки уже олигархами не будут, но все сможем выдохнуть с облегчением. Они будут богатыми людьми, им будет хорошо и нам будет хорошо. Хорошо, спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Фурса, инвестиционный банкир.